С флагманскими смартфонами все просто. Модели за 40-50 тысяч рублей можно покупать практически не задумываясь. Бюджетные смартфоны совсем другое дело. Тут пойди разберись, какое из них лучше. Мы взяли 6 популярных смартфонов за 9-10 тысяч рублей и выяснили, в чем каждый из них хорош, а в чем не очень. Обо всем по порядку. Сначала мы расскажем о смартфонах, которые оставили самое неоднозначное впечатление. Но самое интересное будет в конце. Мы протестировали Alcatel Pop-Up 6044D, Lenovo C2, Honor 5A, Micromax Canvas 5 Lite, ZTE Blade X3, Wiley Fox Spark Plus. Отпечатки пальцев так и липнут к блестящему глянцу Alcatel Pop-Up. Пластиковый корпус прогибается и неприятно хрустит. Механическая клавиша под экраном полностью дублирует экранную кнопку домой. Смысла ней нет никакого. Посмотрели видео в HD разрешении. Батареи со скромной емкостью 2000 мАч хватило только на 4 часа и 20 минут. Слабовато. Это единственный смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 415. У остальных гаджетов в подборке китайский Mediatek с графическим ядром послабее. Так что именно этот аппарат лучше подойдет для игр. Камера не порадовала совсем. Селфи получаются мутными и серыми, будто их пропустили через фильтр безысходности. Это единственный из шести смартфонов с Android 6.0 вместо версии 5.1, что играет с гаджетом в злую шутку. Из-за того, что в смартфоне мало оперативки, всего 1 гигабайт, система немного провисает. Камера нам не понравилась. Нормальные снимки получились только днем при ярком солнце, но даже им не хватает четкости. Селфи мутноватые. Экран у Lenovo C2 внезапно один из самых лучших. Яркий, с правильными цветами. А самое главное, если смотреть на картинку под разными углами, она не портится и не тускнеет. У китайского Honor 5A и основная и фронтальная камеры снимают отлично, но только на улице. Порадовала нас стабильность операционной системы и мощность. С оперативкой и встроенной памятью тоже порядок. 2 гигабайта плюс 16 гигабайт. Днем фотографии у нас получились резкие и с правильными цветами, хотя углы кадров слегка размыты. А автопортреты тут просто бескомпромиссно лучшие по всем параметрам. Главный минус ощущается сразу. Палец как-то неприятно скользит по экрану. Это из-за того, что нет олеофобного покрытия. Плюс остаются разные следы, жирные пятна. В общем, мне еще придется долго оттирать экран смартфона. Вместе с Honor третью строчку рейтинга делит Micromax Canvas 5 Lite. Дизайн спорный, но нам он скорее понравился, чем нет. Задняя панель Micromax Canvas 5 Lite очень похожа на обивку кожаного дивана из кабинета начальника. Приятных ощущений добавляет выпуклое 2,5D стекло. В производительности время работы на среднем уровне. На наших дневных фотках иногда проскакивали шумы и ошибки с экспозицией. А вот когда света было мало, все получалось очень хорошо. Цветопередача не идеальна, зато резкость высокая и нет размытия. Жаль, что экран подкачал. Запас яркости маленький, картинка сильно темнеет, если смотреть на нее под углом. Приближаемся к лучшему смартфону за 10 тысяч. Вот смотришь издалека на ZTE Blade X3 и кажется, будто он весь такой металлический. А на самом деле нет. Это просто очень качественный пластик. Меня напрягли вот эти черные траурные рамки вокруг экрана. Хотя сам дисплей хороший. Лучшее в смартфоне это аккумулятор на 4000 мАч. Это почти три дня работы в смешанном режиме. Во время монотестов мы крутили HD-видео аж 9,5 часов. Камера хитрая, картинка резкая, но с кучей шумов. А селфи плохие, почти такие же мутные, как и на смартфоне Alcatel. Baili Fox Spark Plus по результатам тестов производительности оказался самым мощным смартфоном. Хотя если оценивать графическую подсистему отдельно, то она лучше у Alcatel. С памятью полный порядок. 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт встроенной. Пользоваться приятно, в том числе благодаря оболочке Cyanogen Mode. С зарядкой странности батарея до 100% заряжается почти 4 часа. И адаптера для розетки в комплекте нет. Только шнур USB, micro USB. Радовались мы радовались, но камера нас не устроила. Средненькая очень. Хорошие фото получились только на улице. Итак, больше всего нам понравился Baili Fox Spark Plus. Вполне себе оптимальная покупка за 10 тысяч рублей. А какой смартфон понравился вам? Напишите нам об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!